На этой дистанции нельзя ползти, а вот идти пешком можно. На соревнованиях по одному из самых непредсказуемых и зрелищных видов спорта, триатлону, побывала наш корреспондент Милана Поварницына. Так бороздит простор из трижерских карьеров настоящая элита, лучшие спортсмены. Но вводная дистанция в 750 метров лишь начало. В триатлоне сочетаются три вида состязаний – плавание, велогонка и бег. Один сменяет другой. В этом зрелищность триатлона. А крики болельщиков создают настоящий драйв и накаляют страсти. Вперед, Саня! Номера 19 и 26. А кто? Воспитанники мои. Воспитанники, вы преподаватель? Да, преподаватель, тренер по плаванию. Их готовилось специально к заплыву. Сейчас кричать бесполезно, все в их руках и ногах. Надеемся на высокий результат. Готовился парень, старался. Я думаю, что не подведет нас. Как вы думаете? Да, душой и телом. Гонка в этой дисциплине проводится один раз в году. А для Кирова это пока молодое движение. Правда, в этот раз на старт вышло 55 участников. Рекорд не только для Кировской области, но и для велосипедных соревнований в целом. Папа! Папа! Возможно, благословением для триатлонистов стало особое значение гонки. Она посвящена памяти Виктора Бушуева, одного из лидеров велосипедного движения. Он всегда организовывал кировчан и вдохновлял на борьбу. И теперь они отдают ему дань памяти и надеются, что гонка станет традиционной. Важна была сама атмосфера этого мероприятия. Спорт, он всегда позитивно влияет на наши эмоции, на наши чувства. И всегда, конечно, стремился выиграть. Всегда соперничал. Именно дух соперничества подстегивает триатлонистов. Для победы мало, просто хорошей физической подготовки. Здесь нужна максимальная самоотдача во всех видах состязаний. Как показывает практика, люди, которые приходят к нам в наш триатлон, это легкоатлеты, это пловцы, это велосипедисты. Когда они пробуют все это вместе, у них, как правило, ничего не получается. Потому что организм нужно уметь перестраивать. Нужно перестраивать одни мышцы с работы в плавании сразу на велосипед. И с велосипеда ноги перестраиваются на бег. На самом деле очень сложно. И именно тренируясь в связке, спортсмен понимает, в чем особенность этого вида спорта и его интерес. Потому что интерес заключается еще в том, что он очень непредсказуемый. Так никогда нельзя предсказать заранее. Какой спортсмен победит? Ведущий легкоатлет или пловец? А может быть тот, кто умеет делать все хорошо в комплексе? Александр Елисеев – новичок в триатлоне. В прошлом году только смотрел, а в этом уже пришел третий. Каждый день отдельные виды делал. Там плавание один день. А потом группировал уже по два вида. Например, плавание, велосипед. Там велосипед, бег. Особенно тяжело с велосипеда переходить на бег. Это очень тяжело. Многие, ну как сказать, разбежаться нужно. Он настроился на борьбу. Все-таки 10 лет лыжами занимался. А хорошая погода и поддержка сделали свое дело. Мама тут болела за меня. Она всегда за меня болела. С детства. Пригласила ее сегодня на первый старт. На свой. Это, наверное, она очень громко кричала. Но в ряду сильных мужчин оказались и девушки. Марина Белозерцева, несмотря на хрупкую конструкцию, шла за ними буквально по пятам. А все потому, что поставила задачу минимум. Добежать до финиша. Максимум. Сделать это за определенное время. Не подвел и новый велосипед. Тяжело. На последнем этапе. Думала, они сойтили мне. Но в итоге решила бежать потихонечку. И добежала. Ну и на финише. Это просто потрясающее ощущение. Ну, наверное, все-таки хрупкая, но очень сильная женщина. Да, что-то есть такое. После непростого испытания спортсмены еще успевали шутить. А многие из них собираются участвовать и во всемирных соревнованиях, таких как «Железный человек». Мультигонки набирают популярность во всем мире. И Киров не исключение. За кого пришла болеть? За папу, за брата и за девушку. Уровень участников растет и уровень соревнований тоже. Теперь к нам приезжают даже из других регионов. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем возродить велоспорт, вернуть былую славу ему, вернуть тех спортсменов, которые могут показывать результаты на российском уровне и даже на международной арене. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.